Доктор Кайзер Вы широко известны преподаванием позиции абсолютности, толкования и доверия непогрешимости Библии, то есть уверенностью, что вся Библия, каждый текст, говорят истину всегда и не ошибаются нигде, и что у библейского текста есть одно основное значение, на котором мы и строим теологию. В соответствии с оригинальным намерением библейского автора текста, и то, что вы нашли, используя грамматико-исторический метод, можете ли вы объяснить значение всего этого для неискушенного слушателя? Попытаюсь рассказать как можно проще, но в принципе... Да, это так. Произошла огромная революция в мире толкования Библии в 1946 году, когда двое людей, художников, насколько мне известно, неверующих, и они говорили о так называемом намеренном заблуждении. Они утверждали, что это неправильно полагать, что мы, дескать, можем отыскать истинный смысл того, что хотел сказать нам автор, художник, поэт, любой деятель искусства, человек, когда он излагает на холсте или бумаге что-то. То есть, с того момента, как произведение становится общественным достоянием, читатель, зритель приносит в это произведение собственное прочтение. Это изменило весь баланс истин. Такая точка зрения позволяла субъективному восприятию становиться истинным, той правдой, которую я считаю таковой. Но когда мы говорим друг с другом, мы же хотим понять, что другой человек нам хочет сказать. Часто именно из-за разницы вложенного смысла теряется общепринятое значение слов, разрушается коммуникация. общепринятое значение. То есть, необходимо иметь одни дефиниции для слов. Слова должны быть понятны и понятны в соответствии с тем значением, которое в них вкладывал автор. Соединяться в общее с грамматикой, синтаксисом, контекстом данного конкретного послания. То, что пришло в 1946 году, было тут же подхвачено судебной системой, юриспруденцией. И у нас, в нашей части света, сегодня есть судьи, которые сидят и определяют, что означало то или иное слово в Конституции. У нас есть литературные классы, в которых учат, что Шекспир или Милтон сказали это, но мы не верим им буквально. А вот мы их трактуем так. И то же самое с Библией. Они читают ее и говорят, ага, вот Ешо на море Галилейском, там поднялся шторм. И знаете, ребята, есть много штормов в нашей жизни, большие расходы, налоги растут, государственные вмешательства всевозможные. Все это обрушивается на церковь. Можете ли вы подставить свое плечо, чтобы помочь церкви переплыть на другую сторону? А я вот думаю, что авторы библейского текста в Евангелии от Марка и Иоанна были бы весьма удивлены. Они бы спросили, повторите, пожалуйста, что означало там у меня лодка? А, лодка это была церковь. Но нет, лодка это лодка. Знаете, такая лодка, на которой плавают по морю Галилейскому. И в ней был, собственно, сам Господь. Попытки принести свое собственное значение в текст, наделяющие читателя ответственностью нового толкования Библии, отличного от того, что вкладывал автор, становятся большой проблемой современности. То есть, основываясь на этом, можно сказать, что вы верите в одно основное значение, вложенное самим автором, и на этом фундаменте мы должны строить собственное богословие. Совершенно верно. Мы можем находить множество приложений применения текста. Суть его одна. А вот значимости и применений могут быть тысячи. Но суть текста должна быть тем стандартом, откуда мы черпаем эти применения. И на чем основана эта доктрина? Доктрина основана на авторе, который стоял в Совете Господа и утверждал, «Мы были там и видели Господа говорящего». И слова, что мы написали вам, истины. Эти слова не наши, а Господь говорит через нас, и Он позволил поместить их в наше время, нашу грамматику, наш контекст, но оно подтверждено авторитетом самого Господа. Сегодня, доктор Кайзер, идея оригинального замысла автора текста ставится под вопрос, особенно среди еврейского народа, потому что мы можем слышать Новый Завет мидрахически, что Новый Завет берет идеи из еврейских писаний, но вне соответствия оригинальному замыслу Библии, но Новый Завет переосмысливает их и находит многие значения, которые изначально так не воспринимались, и это довольно распространено при изучении Нового Завета. Можете разъяснить нам это? Я согласен с вами, действительно весьма распространено такое, но мой способ, как с этим справляться, это говорить в ответ, «Нет, я понимаю, что вы сказали, то значение, которое я применяю, соответствует замыслу автора и предопределяется сутью всего послания». Но они снова говорят, «Нет, мы не хотели это сказать». Я говорю, «Да, но это то, как я это истолковал. То, что я хочу, так это взять мой метод толкования и использовать в течение беседы». Я использую такой метод толкования, даже если беседа о нем самом. И они потом скажут мне, потому что мы теряем истину и объективность. Я говорю тут о тех случаях, доктор Кайзер, когда некоторые исследователи начинают утверждать, что Новый Завет истолковывает иначе старый и обетование еврейскому народу о земле, что больше оно не имеет силы, потому как наследие не в куске земли, а в Иисусе, то есть Иисус наше наследие, а не конкретный кусок владений. И даже когда мы читаем Ветхий Завет, они говорят, «Ну да, было такое толкование, но теперь благодаря Новому Завету мы знаем, о чем там на самом деле». В таком случае у них на самом деле невероятно большая проблема, ведь получается тогда, что Бог солгал по поводу земли. Он ведь даже не использует там слово «земля», а конкретно говорит «все от Египта и до реки Ефрат, и до Тира, и Сидона, и от Дамаска и до Иордана». Это совершенно не то, что описывает Новый Завет, а то, каким предстает нам современный Израиль. «Так и в будущем». «Так и в будущем». И Он говорит, что даст навеки. Бытие, 15 глава, Он использует слово «олям» пять раз, и восемь раз «Второе царство», в седьмой главе. И я бы об этом Завете сказал так, что только когда солнце, луна и звезды погаснут, тогда и земли это и не станет. Это очень сильно. Очень сильно. Пожалуй, самое сильное. Давайте посмотрим с другой стороны. В раввинистическом иудаизме также есть такой момент. Раввины учат, что у Торы есть 70 ликов. Имеется в виду множественность значений текста. Ну, конечно, вы знаете раввинистические правила толкования, что вы можете найти все эти толкования в тексте. Раввинистический иудаизм тоже выделяет простое значение «паша». Буквальное значение. Но зачастую раввинистический иудаизм придает и, по сути, доктринальную значимость медрахическим переосмыслениям текста. Ну, вы ходили в еврейскую школу, наверняка знакомы с этим. Что ж, ряд вещей можно было бы упомянуть в связи с этим. Первое – это все множество значений порой приводит раввинистический иудаизм к большим трудностям. Например, один из величайших толкователей, раби Акива, провозгласил в свое время повстанца Бар-Кохбу Мессией в 135 году н.э. И настаивал над этим, используя как раз таки те самые принципы множественного толкования. Но то, что он разглядел там, как ему казалось, на поверку не было основано на истине. То есть, он говорил, что вот Мессия, обернувшийся человеком до 135 года, мы не встречаем такого. И вот он ушел. И вторая подобная вещь о множественности, когда это касается определенных вероучительных доктрин. Обычно даже Джоколс, который иногда тоже впадает в это, и раввины довольно сильно стоят в сохранении вполне определенного одного значения для основных доктрин. Но стоит им от таковых отойти к другим, сразу же возникает множественное столкование. Новое в этом только то, что истинные верующие в Ишоу теперь говорят, что Новый Завет переосмысливает ветхие. И поэтому текст, например, который мы читали, не был мессианским, но стал таковым в результате переосмысления. Но что не значится в средствах апологетики, так это если, к примеру, что-либо произошло, а вы говорите, что оно уже было предсказано много времени назад, но нет, оно только что произошло. Это событие происходит тут. Сейчас мы видим эту эпидемию переосмысления повсюду, исследователей Нового Завета, так что мы должны принимать это во внимание. Это ложная идея. Иногда Новый Завет расширяется, детально разрабатывается, дополняется. Почему мы верим в прогрессивное откровение? Потому что есть ступени понимания, и Бог дополняет, и дополняет к основе, которая там. Но я не думаю, что это вкладывает некий новый смысл, которого там не было изначально. Доктор Кайзер, одно из больших влияний на Израиль производит диспенсационализм. И иногда это теология, которой у меня нет времени сейчас объяснять всю, но есть там определенные идеи, касаемо законы распределения благодати и других вещей, о которых мы знаем. Речь не о новом диспенсационализме, который наиболее влиятельен и тенденционален сейчас, а классическая его форма. Поделитесь, пожалуйста, чем по существу он отличается от вашей теологии? Очень просто. Классический диспенсационализм утверждает, что есть два разных народа, Израиль и Церковь, и две программы, небесная и земная, и вам следует их отделять друг от друга и не соотносить послания одним с другими. То, что я говорю на страницах работы «Обещанная земля Божья», это то, что есть один план, одна цель, одна теология, проходящая сквозной линией, но мы должны сказать, что есть только один народ Божий со многими аспектами, иудеи, и язычники, женщины, мужчины, и одна программа Царства Божьего, включающая это множество аспектов. То есть, я бы хотел внести коррективы в классический диспенсационализм. Вы несколько заговорились. Нет двух программ, есть одна программа и один план Божий, но с множеством аспектов, в которых мы бы могли и найти взаимопонимание, но опять-таки с оговорками, например, касаемо будущего Израиля и будущего Церкви, но есть один народ Божий. Частично вы уже ответили на вопрос взаимоотношения закона и благодати, но хотелось бы его выделить еще раз в терминологии классического диспенсационализма, которым закон сильно противопоставляется благодати. Частично в предыдущем суждении вы говорили об этом, так что перейдем к другому вопросу. У нас есть текст в Новом Завете, особенно в Евангелии от Иоанна, или некоторых выражениях Павла, в которых некие усматривают новозаветний антисемитизм. Скажите, как вы понимаете эти тексты, которые говорят о, цитирую, евреях? Это внутреннее рассуждение еврейских авторов, пишущих о еврейском Мессии. Ну, прежде всего, то, что мы сегодня называем христианством, было основано не язычниками, а еврейским учителем по имени Ешо, который избрал 12 человек, все из них были евреи, кто отобрал 39, может, 40 авторов, все из которых евреи, возможно, за исключением Луки, но, скорее всего, и Лука был бразелитом. И вот пишут 40 различных авторов, все евреи из трех континентов, Африка, Европа и Азия, живших на так называемом мосту жизни. Бог поставил посередине такую страну-посредника, средиземноморскую среди, то есть между. И есть там море, разделяющее страны. И устройство мира было таково, что жителям всего региона было необходимо проходить через ту страну, в которой Бог поставил свой народ. быть светом для всего мира. То есть именно в том месте, где восточный мир встречается с западным, в полноте времени, в полноте географии, в полноте демографического развития мира, Бог помещает свой народ. Но нам следует еще и помнить, что на протяжении трех первых столетий основная масса, первый миллион верующих, как я полагаю, на три четверти состоял из евреев. И потому это, в первую очередь, еврейская книга, написанная в основном евреем. Потому и Иоанн, сам являясь евреем, писал евреям. Стоит быть немного более бережными с терминологией. Конечно, обращаясь напрямую к язычникам, стоит быть осмотрительнее, представляя эти суждения, по крайней мере, для начала. Мессианский центр, возвращенный на Сион, из Израиля, ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова